Стоимость трудозатрат на бумажке составит более 2 миллионов рублей в год. Время согласований можно сократить... Нет, дорогая, это плохая идея. Нам нужно в красную чашку его перелить. Да, сделаете, ладно. Мне ничего не надо, мне можно не ставить вообще красную кружку. Красную кружку. Никаких навыков программирования для этого не нужно. Стандартно в сервисе Bittrex 24 доступны шаблоны таких процессов, как согласование счета, командировки, отпуска и другие. Bittrex 24. Работайте быстрее конкурентов с облачным сервисом Bittrex 24. Bittrex 24. Полный комплект инструментов для ускорения процессов компании. Мне можно не... Это вот Антону чай. Это Антону чай. Мне не нужно. Все, я просто... Мы потом поменяемся кружками, да. Спасибо. Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева и сегодня со своим особым мнением в нашей студии журналист Антон Красовский. Антон, добрый день. Добрый день. Смотрели ли вы федеральное послание президента... Послание президента федеральному собранию Российской Федерации. Да, все уже. Федеральное послание. Что самое важное? Было ли что-нибудь важное, самое важное в этом послании для вас? Мне кажется, что вообще сегодня самое важное, это то, что выяснилось, что козел с тигром живут не просто так. Я так и знала, что обязательно мы эту тему вот затронем в нашем эфире. Мне кажется, это вообще новость дня. Ну, конечно. То, что биолог признал, сказал, что там была любовь, это... Секс. Насчет любви не знаю, но секс вполне вероятен. А с Владимиром Владимировичем Путиным, безусловно, есть две важные вещи. Одна из них хорошая, вторая очень плохая, но закономерная. Хорошая, она все равно имеет отношение не к нам, она имеет отношение к Украине. Дорогие украинцы, про вас забыли. Вас больше нет в русской повестке вообще. Нет ни одного слова с упоминанием Украины, украинцев, хунты, Юго-Востока, Донбасса. Все. Десять тысяч человек погибло, больше ничего не интересует. Нету. Вот. Это говорит о том, что, скорее всего, с моей точки зрения, и Донбасс, и Луганская область довольно быстро вернутся окончательно в состав Украины, все все забудут и будут счастливы. Вторая важная новость, это то, что Путин, вот даже вот неважно то, что он, так сказать, требует вернуть земли, да, за бесплатно отобрать, ну, то есть будут отбирать у людей земли, которые они, сельскохозяйственные, которые они получали с таким трудом, видимо, платя огромные взятки, беря кредиты в сельскохозяйственном банке и так далее, сейчас будут отбирать с прокуратурой. Даже неважно, что многим показалось, будто бы он говорит о предпринимательской амнистии, а на самом деле, ведь он дословно сказал, что мало сажают. Мало, говорит, сажают. Всего лишь 15% дел по предпринимателям доходит до судов, все остальное разваливается на процессе следствия. Неважно, почему, да, берут взятки, но это значит, что будет увеличено количество посадок по 159-й, а во всех ее четырех частях это, с моей точки зрения, абсолютно очевидно. А как же реплика о том, что всех остальных вот обобрали просто и потом вышвырнули? Это вот те самые, которые до тюрьмы-то не дошли, он же все-таки про них сказал. Ну, конечно, они не дошли. Вот их обобрали, жулики, так сказать, из милиции, следственного комитета, а может быть даже, я боюсь это слово сейчас произносить, с прокуратуры. Страшно. Вот. А... и все жулики на свободе. А надо бы всех жуликов посадить, поэтому, конечно, будут посадки. Но самое главное, эта часть касается Турции. Касается Турции, он начал с этого, посадив в зал вот этих двух женщин, которые вдовы погибших наших летчиков. Он обращался к Эрдогану непосредственно, на самом деле, как бы к самому себе. Потому что все эти войны России с Турцией, все эти 12 раз, это была война с Россией с Россией и Турцией с Турцией. Потому что Россия и Турция – это такие близнецы и братья. И, безусловно, Путин и Эрдоган, несмотря на то, что Путин чиновник, Аэрдоган, безусловно, настоящий карьерный политик с интересной очень биографией, в отличие от Путина, у которого биография, безусловно, ужасно скучная. Все равно они близнецы-братья. Они разговаривают друг с другом, как будто бы каждый из них Ганди. Вот. У них такой теперь... Они, наконец, нашли друг другу собеседника, нашли собеседнику друг другу, и это они. Есть с кем поговорить. Да, мы их поздравляем. Вот. Что это случилось. И, в общем, не новое это ни для России, ни для Турции, что государь с султаном начинают заваруху. И в этом смысле они ведь очень показательны. Потому что, когда здесь мы в России, вернее, люди старшего поколения, начиная от моего и старше, сравнивают Путина со Сталиным, а Эрдогана кто-то там в Турции пытается сравниваться с Татюрком, это же глупости несусветные, потому что Путин-то себя сравнивает с русскими царями, а Эрдоган, ну, почти что с Сулейманом великолепным. То есть все, что, так сказать, есть в голове сейчас у Путина и у Эрдогана, это какие-то несуществующие, такие мифические, абсолютно в райских каких-то кущах поделенные империи, которыми они управляют. Это очень интересная такая у них гиперболизация сознания, которая, безусловно, приведет к полнейшему уничтожению, вернее, к окончательному уничтожению уже памяти об Османской империи, памяти о Российской империи, с моей точки зрения, к великой радости, продолжающей развиваться уже в новом качестве за океаном Британской империи, которая сейчас называется Соединенные Штаты Америки. Но дело не в этом. С моей точки зрения, самое интересное, что сказал нам Владимир Владимирович Путин в своем послании, безусловно, обращалось к внутренней Турции. А внутренняя Турция у нас в том месте, где он говорил о том, что Россия уже три года растет. У нас естественный прирост населения. И все как-то так говорят, действительно. А Путин говорит, а это почему? Это мы не преодолели кризис, так сказать, демографическую дру 90-х годов, а это потому, что рожать в России хорошо, интересно, уютно и сказочно, потому что есть вторые, третьи, четвертые дети, и мы рады, что наша русская семья крепнет. Так вот, я специально пришел с распечаткой. А, я поняла. Я хочу вам рассказать про рождаемость в России. Значит, поскольку в 2015 году, к сожалению, статистика, она такая наука, фиксирующая законченные циклы, еще у нас нет статистики, но по 2014 году мы ее точно знаем. У нас действительно есть по 2014 году прирост населения. 33 688 человек, что для России, как понимаете, абсолютная ерунда, вообще ни о чем это не говорит, но окей, мы согласились, прирост есть небольшой. Где же он есть? Смотрим мы. Чечня, 26 тысяч человек прироста населения. Республика Ингушетия, 8 тысяч прирост населения. Республика Дагестан, 41 тысяча прирост населения. Республика Бурятия, 6. Кабардино-Балкария, 6. Татарстан, тоже что-то в районе 6. Где же у нас, товарищи, убыль? Вы, я надеюсь, понимаете, да? Где у нас убыль? Псковская, минус 5. Тульская, минус 11. Тверская, минус 9. Тамбовская, минус 7. Новгородская, минус 4. Ленинградская область, минус 10. И всего в целом у нас только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения, дорогие мои соотечественники. 85 тысяч человек русских умерло в прошлом году. В смысле, уменьшилось количество русских в России на 85 тысяч человек. А в Северокавказском федеральном округе количество россиян увеличилось на 90 тысяч человек. Такая же ситуация у нас по Приволожскому, по Северо-Западному округам и так далее. Вот. То есть вырастает у нас, он говорит абсолютную правду, но внутренняя наша Россия в Российской Федерации уменьшается и умирает, а внутренняя Турция в Российской Федерации, безусловно, увеличивается. И Владимиру Владимировичу Путину буквально в 99-м году однажды мэр города Стамбула, вы будете смеяться, его звали Раджеп Ардаган тогда. Как раз обращался на знаменитом своем митинге, за который он потом был осужден и даже в какой-то момент не смог стать премьер-министром Турции именно из-за того, что у него была судимость. Ну, это довольно быстро решили, потому что и с Путиным, и с Ардаганом, как вы понимаете, довольно быстро меняют законодательство под них, эти две удивительные страны. Так вот, Раджеп Ардаган говорит из 99-го года Путину Владимиру Владимировичу, «Демократия – лишь поезд, с которого мы сойдем, как только достигнем цели. Мечети – наши казармы, их минареты – штыки, их купола – шлемы, а верующие – наши войны». Вот, собственно говоря, что является собой Турция внешняя и Турция внутренняя, при ростом которой сегодня так гордился Владимир Владимирович Путин. Вот что самое важное, по мнению журналиста Антона Красовского, было сегодня в обращении президента к Федеральному собранию. У нас небольшая пауза, потом продолжим. И ваши вопросы свои мы тоже успеем задать нашему гостю. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе? Ну, во-первых, личное обаяние. Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений? Я не радикал какой-нибудь, не экстремист. Бескомпромиссность в оценках? Я всегда могу найти общий язык с властью. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. Украина. Передышка или мир? Такова тема программы «20.15» в эту пятницу после восьми вечера. В нашей студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. «20.15» в пятницу после восьми вечера. Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная. Как это ни странно. Бесполезно вопрос задавать. Абсолютно не сомневаюсь. Категорически не согласен. Именно поэтому... На самом деле, насколько я понимаю... Есть, конечно, как бы это сказать... Слава Богу. Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Парховенко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам. С девяти до десяти. Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». «Эхо.msk.ru» Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер». По пятницам после 22 часов. В магазин? В магазин. Пиши, давай. Значит, хлеба купи. Колбаса. Бутылку одну обязательно. Вот вы килограмм. Рех. Орех сколько? Один. Куда больше? В ночь. С пятницы на субботу. Три часа. Один орех. Больше не надо. И мясо купи. В московском доме фотографий на Остоженке-16 проходит уникальная выставка, посвященная 25-летию «Эхо Москвы. Мы делаем радио». С 20 ноября вы приходили, оценивали, любовались, вспоминали, радовались и грустили вместе с нами. Но пока выставку посетили далеко не все наши друзья. И мы приняли решение продлить нашу уникальную выставку до 6 декабря включительно. Приходите, мы вас ждем в московском доме фотографий на Остоженке-16. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Антон Карасовский здесь в студии. Мы все еще продолжаем обсуждать обращение президента к Федеральному собранию. И в том числе, кстати говоря, Владимир Путин сегодня говорил о присяжных. И говорил он о том, что надо сократить количество присяжных в суде, а при этом расширить количество статей, которые могли бы рассматривать судом присяжных. Он предлагает с 12 до 5-7 человек. Мне, честно говоря, непонятно это решение. То есть оно какое-то вообще не имеющее отношение к президентскому уровню. Вообще есть какие-то вещи, которые, честно говоря, его не должны касаться. Проблема России сейчас в том, что... Вернее, сейчас проблема России точка. И именно из-за этого все наши беды. Из-за того, что у нас все, включая строительство туалета на трассе, я не знаю, Уфа-Казань и заканчивая большой аграрной реформой, решается на уровне Путина, а при этом никогда ничего не решается в конечном итоге, в принципе. Ну какое дело президенту до того, сколько там будет присяжных. Это вообще он к этому не имеет никакого отношения. Несмотря на то, что он якобы заканчивал юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова... Почему якобы? Ну хорошо, заканчивал. Ну просто якобы, я говорю, потому что люди, которые не имеют отношения к юриспруденции, они как бы, ну, загмал или какие у них есть дипломы. Вот несмотря на то, что он по образованию юрист, он, в общем, не судья. Да, и он не член профессионального сообщества. Это вообще не его дело. Сколько, как там будут судить, что там будут судить. Вот он там сегодня давал поручения разобраться, там надо срочно наказать. Вот это же все очень такое, все вот из времен Петра Первого. Вот это он учреждает коллегию очередную. Он там какой-то там сенот учреждает. Это вот все про это. А на самом деле проблема его заключается в том, что он... Его задача, единственная задача, которая его была в 99-м году, когда он, так сказать, когда ему сказали берегите Россию. Это не просто беречь Россию, которую он, кстати, не очень сберег. А сформировать государственную систему, которая бы существовала без него. А она, к сожалению, не существует ни без него, ни с ним. Вот в чем беда, да? И поэтому он должен нам говорить, сколько будет судей, сколько будет нянечек в детском саду по штатному расписанию, какая должна быть типовая застройка там в кляну каком-нибудь и так далее. Вот, в этом проблема. Ну, может быть, как раз Владимир Путин, понимая эту проблему, поднимает вопросы, в которых без его слова, да, это не решится. А мы все знаем, что когда Владимир Путин что-нибудь говорит, то это начинает работать. Значит, Иер, просто мы должны честно сейчас представить, ничего не решится. Вообще ничего вообще не решится больше. Ничего не решается. И Путину наплевать на все на это. Как только, вы должны понять, чем... У Путина есть классический такой признак, когда он не понимает, зачем он это делает, в смысле публично, когда он начинает кашлять. Вот он делает так. Вот, все. Это значит, Путину эта тема неинтересна. Это значит, что он не понимает, зачем он здесь находится. Это значит, что текст, который он произносит, в общем, к нему не имеет никакого отношения. Как только вы видите, что он отрывает глаза вот от этого написанного текста, да, и начинает произносить что-то, это вот он уже... Это уже он интересуется. Но так, в принципе, это все к нему не имеет никакого прямого касательства. Вот в чем проблема, да. Поэтому, слушайте, ничего не решится. Ничего хорошего не будет. Никаких улучшений не ждите, пожалуйста. Все, не будет ничего лучше. Не будет никаких реформ. Будет вместо 12 судей 6 этих самых присяжных, они будут людей на пожизненное заключение отправлять, я не знаю, за кражу велосипеда. Все будет так хуже, хуже, хуже. Все, не думайте, что будут улучшения. Никаких улучшений не будет. Все будет. Прямо я вчера встречался с одним прекрасным человеком, владельцем одного большого медиабизнеса, помимо медиабизнеса еще, больших других огромных бизнесов. Вот прям все люди сидят не то, что в грусти и печали, а просто уже на каких-то облаках прострации. Никто ничего не хочет делать и ничего не изменится. Вот ничего в лучшую сторону, вернее так, не изменится. Не ожидайте ничего хорошего. Все будет только хуже с каждым днем. Значит, еще, когда я вам это говорю, я все время сюда прихожу, я говорю, будет только хуже, хуже, хуже. И никто мне никогда не верит. В последний раз я приходил, вы еще могли ездить в Турцию. До этого я приходил, вы еще летали в Египет. Сейчас, вот я вам хочу сказать, вот 10% населения нашей страны имеет заграничные паспорта. Куда вы поедете со своими заграничными паспортами котики? Теперь только один или там 0,5% населения России выездные, потому что это у нас есть выездные визы в Европу, в Америку, в Англию. А у вас никогда ничего не было и никогда больше ничего не будет. Вот и это благодаря вашему Путину, который сегодня хочет вас всех еще и в присяжные заседатели отправить. Самих себя судить. Слушайте, Антон, ну ладно, хорошо, ничего хорошего не будет, лучше ничего не будет, но это же не только от Путина зависит. Ну как, вы только что сами говорили, Ирина, что это все у нас зависит только от Путина. Нет, секунду, я сказала, что может быть он так думает, и поэтому он так говорит, но от нас с вами тоже много чего зависит. Что от вас зависит, расскажите. Ой, от меня много чего зависит. Ну расскажите. Хороший эфир от меня зависит. Так, отлично, окей. От меня зависят люди, которым я помогаю, от меня зависят проекты, которые я делаю, от меня зависят моя семья. Ну хорошо, занимайтесь своей семьей, занимайтесь своей семьей, вот год назад у вас были хорошие продукты, сейчас у вас нет хороших продуктов. Готовьте им какую-то, покупайте специальные книги, как готовить вкусную еду из дерьмовых продуктов, и занимайтесь своей семьей. Вот чем занимаются действительно русские люди, то есть ровно тем, чем занимались мои родители, когда действительно не было еды нормальной человеческой в магазинах, они пытались что-то делать. Вот, ну, отлично. Да, если вы в этом контексте пытаетесь разговаривать, да, действительно, от вас много чего зависит. Петрушка очень вкусна. Не буду спорить про себя, по меньшей мере, точно. Окей, Алексей... Ир, ничего от нас не зависит. Я с вами здесь не согласна, но спорить не стану, просто потому что это не имеет смысла. У вас одно мнение, у меня другое. Здесь, по крайней мере, в этой студии, так это точно вполне нормально. Алексей Навальный, он же продолжает что-то делать, и не просто что-то. Он выложил огромное расследование в отношении семьи Юрьевича. А вот и что, кстати? Вы его смотрели? Да, я смотрел это расследование. Как расследование? Ну, я, во-первых, ну, смотрите, смотрите, вот смотрите. Значит, все, ну, во-первых, так сказать, принято восторгаться Алексеем Навальным. Это такой тренд. Мы восторгаемся Алексеем Навальным, потому что Алексей Навальный. Я, к сожалению, никогда не восторгался Алексеем Навальным, и это тоже уже общее место, поэтому в 153-й раз говорить, что я не восторгаюсь Алексеем Навальным, ну, как-то тоже пошловато. А я посмотрел, прочел, действительно, посмотрел вчера в ночи этот фильм, который, Господь, вот подтвердите, пожалуйста, информацию, его правда, этот фильм взяли на Арт-Дог-фест. А почему вы тогда, друзья мои, с Арт-Дог-фестом, это то, манские, что ли? Почему вы тогда не берете, чрезвычай, вот эти ЧП с канала НТВ, на РНТВ делают отличные такие же фильмы. Берите их, там, вот прям все то же самое. Почему это вы их не берете? Вот это, конечно, вот это протусовочку вся такая история. Потому что этот фильм, конечно, дерьмо, как фильм. То есть это не фильм вообще в принципе. То есть стыдно, значит, прав... Вот первый раз в жизни соглашусь с министром культуры Мединским, который отнял у Арт-Дог-феста деньги. Если вы берете в программу такие низкопробные фильмы, как искусство, это же с точки зрения искусства оценивается все-таки, но тогда, знаете, не приходите за деньгами в Министерство культуры, идите действительно в Госдеп, там за это платят. Но с точки зрения расследования, опять же, это есть некое лицемерное раздвоение. Значит, либо вы признаете, что у вас либеральное демократическое общество, живущее по демократическим законам, и тогда у вас есть расследование. Тогда эти расследования, вы понимаете, где источники, можете их указывать, не указывать, но, в общем, для вас все понятно. Либо вы, честно говорите, у вас такой вот как бы странный феодальный, феодально-колониальный капитализм. Ну тогда отлично, есть какой-то человек, который каким-то образом... Мы же не знаем каким. Что не знаем каким? Значит, смотрите, мне не дослушайте, достает информацию. Вы знаете, откуда к нему пришла эта информация? Которая из них... Любая информация, как она пришла? Слушайте, там все документы выложены. Нет, там не все документы выложены. Там есть, значит, все документы выложены везде, Ирина. Значит, везде выложены все документы. В мировой сети миллиарды и миллиарды документов. Каким-то образом документы приходят куда-то, каким-то образом раскрываются какие-то папочки, каким-то образом какие-то папочки закрываются. Это я вам тоже говорю, я тоже не первый год замужем. И это я все прекрасно понимаю. Вот если вы говорите, что у вас феодальный капитализм, а вы делаете эти расследования либо просто так, просто для того, чтобы вас полайкало 28 людей с тусовочкой, которые приходили к вам обвешанные белыми ленточками. Это тоже возможно, это нормально. Либо вы это делаете для чего-то, то есть по чьему-то заказу. Я склоняюсь ко второму, но я в этом смысле человек немодный. Безусловно, сейчас у вас там посыпется миллиард комментариев по поводу зашквара и подонка кроссовства. Расчехлившегося. Расчехлившегося, как угодно. А мне, сейчас, все равно. Но вы мне расскажите, для чего это расследование сделано? Чтобы вы знали правду? А вы что думаете? Вы, простите, думаете, что Юрий Чайка и его дети? Шойгу там и его дети? А все эти люди, которые вашей страной управляют, они что, в коммуналках, что ли, на Первой Владимирской живут? Вы так, что ли, думаете? Вы честно скажите, вы правда так думаете? Вы так не думаете. Вы точно знаете, что они живут на виллах, летают своими самолетами, что у каждого из них миллионы, миллиарды. Что они сейчас возьмут там пол коммона, кинут на город, расстреляют, им за это ничего не будет. Вы все это знаете. Что для вас нового в этом расследовании? Что вам открылось в нем? Расскажите нам, пожалуйста. Кроме того, что Чайка против Бастрыкина, а Бастрыкин против Чайки. Ух ты, как раз про заказчика хотел спросить, спрошу, после перерыва небольшого. А я не говорю о заказчиках. Как раз-таки у Антона Красовского, у журналиста Антона Красовского, который в программе особое мнение. Ну, поглядим, что посыпалось. Ой, ой. Да, меняемся. Мне нужна тата пустая, чтобы, ну, для картинки. Ага. С которым данным он может стать очередным фигурантом болотного дела. Как сообщила защитница Клана Сидоркина, само дело находится в Следственном комитете, но неясно, в каком изоляторе содержится Бученков и какому следователю поступили материалы. Между тем сообщается, что в Нижнем Новгороде следователи допросили брата активиста Виталия Бученкова. Сотрудники правоохранительных органов интересовались политической деятельностью Дмитрия. И был ли он на болотной площади в день беспорядков 6 мая. Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который приравнивает автопробеги к демонстрациям. Связано это с тем, что представитель правительства не сможет присутствовать на ближайшем чтении документа. Сколько людей отправляется в черный список-то? А зачем вы их отправили? За мат и хамство. Ну, а зачем? Ну, за тем, что я... Все равно, что никто, кроме вас, это не читает. А? Все равно, что никто, кроме вас, это не читает. Ну, я и не хочу это читать. Ну, я не читаю. То есть, они пишут вообще, раз они не могут... Вот видите, вот суть либерализма. Почему? Сразу черный список, черный список, баны, черный список, расстрелы. А мы предупреждаем всегда, если вы не можете, а я так и в комментариях баню, если человек не может выражать свои мысли без мата и оскорблений, значит, я не хочу его слушать. Это в данном случае мой экран. Вот видите, мое. Все мое. Да, мое. Как хочу, так и буду. Да, мое. Я здесь принимаю решение. Могу я хотя бы где-нибудь принимать решение? Я здесь принимаю решение. Кто там, генеральный директор «Газпром-медиа»? И что? Это по поводу мое. Мое чужое. Мое? Я здесь принимаю решение в этом эфире. Я могу сказать, что есть еще главный редактор радиостанции, который здесь. Есть и главный редактор. И в общем... Все равно мое. Все равно мое. Суть либерализма. Да-да-да. Можно, в общем, про суть либерализма говорить, отвечая на, в общем, почти все. У меня уже давно идет война с либеральным парткомом. Очень я его люблю. Узнать, какая сила таится в сердце настоящей легенды. Станьте участником экстремального тест-драйв-шоу «Тойота Лэнд Крузерс Лэнд» с 5 по 13 декабря. И сами пройдите внедорожную трассу, на которой слабым нет места. Разрушьте миф о непроходимых маршрутах вместе с легендарными внедорожниками «Тойота». Регистрация на сайте test.toyota.ru 80+. Количество мест ограничено. Обязательно наличие действующих водительских прав категории. Подробности на test.toyota.ru Рассветы старой Москвы. Закаты на набережной. Огни ночного Гремля. Энергичная сосредоточенность водных. И беспечная вальяжность выходных легендарного замоскворечья. Жизнь. Жизнь не продается. Дом для жизни. Да. Роскошные квартиры Вайнхалс на острове Балчук. Ваш дом для жизни. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте whitehouse-house.ru Читайте в аргументах и фактах и наив.ru Как сильно испортились отношения России и Турции. Кому поможет государство в кризис. Бодрит ли на самом деле кофе и есть ли польза от чая. Ответы на эти и другие вопросы в еженедельнике аргументы и факты. Роскласснадзор. Роскласснадзор. Это какой-то мем, Роскласснадзор? Нет, только что прислали в эфир по поводу зашквара и всего остального. Роскласснадзор. Следить за тебя, я не знаю. Я первый раз ее слышу. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт Эхо Москвы поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания «РТВИ» остальные программы «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Журналист Антон Красовский. Я возвращаюсь к расследованию фонда борьбы с коррупцией и газеты «Новая газета», которая тоже это выложила. Тут еще много пишут о том, что одно дело просто знать. В целом знать. А другое дело, мы знаем, что у него есть такой-то домик. Не в домике дело. Люди пишут, что им было важнее всего узнать про связь с цапками. Про связь с цапками у меня вообще не очевидный момент. Более того, давайте немножко разграничим. Я вот, кстати, это очень правильная история про связь с цапками. Я не очень понял, честно говоря, посмотрел вчера, сегодня ночью весь этот фильм внимательно. Я не очень понял связь не с цапками. Я не очень понял связь женщины, которая связана с цапками, и детей генерального прокурора. То есть, кроме того, жена Лопатина. Но при этом Лопатин не является генеральным прокурором и «Чайкой». Заместителем генерального прокурора. Да, но у генерального прокурора 28 заместителей. Мы понимаем прекрасно, что... Да, но Лопатин владеет по расследованию исключительно, владеет вместе с сыном «Чайки» отелью. С сыном «Чайка», значит, ну, правильно. Вот есть некая Лопатина, у которой есть некий отель где-то там якобы с «Чайкой», да, а там действительно, наверное, есть куча собственности, потому что популярные, как сказали бы, в туристических фирмах, которые все уже закрыты в Российской Федерации, destination, то есть направление в таком элитном туризме, да, поскольку это рядом с Афоном. Но у меня нет, там нет прямой связи между ЦАПКОМ и генеральным прокурором, да, там есть некая женщина, у которой есть некие связи, как нам нарисовано, так сказать, в этой схеме, опять же, они для меня очевидны, несмотря на то, что там говорит Навальный с Албуровым во втором своем выступлении, но я не буду это вырисовать, окей, ну, конечно же, эти ЦАПКИ там управляли половиной Краснодарского края, или какого-то там Ставропольского края, да, Краснодарского, да, у них, естественно, кто-то крышевал наверняка, и губернатор, и прокурор, и Следственный комитет, конечно, это очевидно абсолютно, но в данном случае нас, конечно, интересуют Дети Чайки, это же про Чайку все, это же Чайка-Чайка, и пьеса называется Чайка, она же не называется Лопатка, правда? Она же про Чайку, вот, а про Чайку, вообще-то говорят, там все же кадры, вот они оттуда, вот прям программа, время, вот невзятые, к сожалению, Виталием Манским в Art Dog Fest фильмы телеканала НТВ из рубрики «Чрезвычайное происшествие», которое сделано ровно так, озвучено тем же самым голосом, также смонтировано, как фильм Алексея Навального, с теми же самыми кадрами, только эксклюзивными, в отличие от Алексея Навального. Там же, так сказать, понятные какие-то синхроны были показаны, не принадлежащие фонду борьбы с коррупцией, да, там же фонды борьбы с коррупцией, два синхроны, это Алексей Навальный и Албуров, все. Еще в Любовь Соболе два человека, один из Иркутской области и другой, не помню, из Калужской области. Да, и еще где-то какой-то такой вот затененный там как-то в тени, в тени находящийся мужчина с наколками. Это все на самом деле выглядит как, с моей точки зрения, выглядит как заказ. Чей? Я не знаю, чей. Мне вчера сказали, это точно либо Бастрыкин, либо Кантовский. А я с этим спорить не буду, утверждать этого не буду. Я, так сказать, еще раз говорю, к этому всему не имею отношения. Я не считаю это выдающимся расследованием, именно потому, что расследования, выдающиеся, невыдающиеся, угодно, они должны каким-то понятным образом делаться, понятным образом, вот, и к понятному результату приводиться. Когда расследование, а знаете, у нас страна такая, она же вся непонятная, там вся лицемерная. Это вот мы, я купил, я купил 100% газеты «Ведомости», говорит нам человек, который не может купить 100% даже ларька с сигаретами. И вот это вот, как бы, это вот ровно то же самое лицемерие, которое и здесь. Я не понимаю, как сделано это расследование. Вы мне расскажите, как вы его сделали. Расскажите мне, вот, я хочу узнать вообще о том, как делаются расследования Алексея Навального. И сколько они стоят, кто их физически ручками делает, кто находит эти документы, кто едет в Грецию, как снимает, вот, кто стучался конкретно в эту дверь в Швейцарии, звонил в эту дверь этого швейцарского адвоката. Вот это же, почему вас вот это не интересует? Кто, кто выдавал все эти адреса? Вот это же, вот это же, на самом деле, тоже расследование о расследовании, мне было бы интересно. В случае с расследованиями Алексея Навального, которые, кстати сказать, вот вы ха-ха-ха смеетесь, там, так сказать, вернее, или наоборот, сейчас возмущаетесь, какая мразь, путинский зашкварщик красовцев. А вот реально ведь с чего началась, например, такая вот антикоррупционная, так называемая, деятельность Алексея Анатольевича? С того, что Алексей Анатольевич боролся с Владимиром Ивановичем Якуниным. Владимир Иванович Якунин, сняли. Вам стало легче? Не считаю, что конкретные чайки зло, потому что не чайки являются системой, не в чайках наша проблема, нашей страны, понимаете? Не в том, что есть чайка со своими детьми. Мы и так знаем, что все здесь в детях, в женах, в тестях, в тещах, и во всем вот в этом. Я и так это знаю. Мне это рассказывать не нужно. Мне все эти фильмы многомиллионные снимать не надо. Я и без вас это знаю. Есть человек, который сегодня выступал, на котором держится вся вот эта система. Вот она единственная, единственный человек, который за все за это отвечает. Другого нет. Нет никаких чайек. Нет никаких Матвиенок. Не существует никаких Ольг Голодец. Министров не существует, губернаторов. Нет этих людей, их нету. Есть только Владимир Владимирович Путин. Хочется сказать аминь. Закончить программу ничего хорошего не будет. Никого нет, кроме Путина. Как так? Вообще не очень понятно. Хорошо, ладно. А что не очень понятно? А что не очень понятно? Вот я вам объясню, Ирина. Вот сегодня Александр Винокуров просыпается. Он тоже очень такой, у него белая ленточка, из ушей прямо торчат. Вам будет хорошо жить, пишет он в своем фейсбушке или твиттерке, где там пишет Александр Винокуров, владелец телеканала Дождь. Там же, где и вы, Антон, пишите. Там телеканал Дождь, безусловно, да, но у него есть при этом еще телеканал Дождь и клиника Чайка тоже, я не хочу никого, так сказать, обидеть. Так вот почему, я так думала. Вот, значит, он пишет, значит, жена Александра Винокурова, Наталья Синдеева, сидит там в этом георгиевском зале, а Винокуров пишет, вот, вы хотели бы вы жить в стране, где бы президент сказал, мы заинтересовались Чайкой, и сейчас Чайка будет арестован. И все, да, да, мы хотели бы жить в такой стране, а я вот, Александр Иванович, не хочу жить в такой стране. Потому что президент, вернее, генеральный секретарь, как ВКПБ, уже говорил это в 37-м году, потому что я не хочу, чтобы президент, в котором все беды, ловил каких-то своих бояр и сажал их на 25 или расстреливал за очевидные совершенно всем преступления. Ну, не хочу я этого, потому что не в этом решение проблем России, и не в этом, собственно говоря, путь к благоденствию страны. Вот вообще не в том, чтобы сейчас Чайку с его детьми взяли и арестовали, а Бастрыкин устроил бы пир горой на 4 дня благодаря этому, и объединил бы прокуратуру и Следственный комитет. Кстати, сегодня об этом и говорил Путин, о том, что мы не зря разделили в свое время прокуратуру и Следственный комитет. Это был такой, между прочим, это может быть ответ на ваш вопрос, кто заказал. Это, может быть, такой был диалог с заказчиком. Хорошо, а как должно быть? Окей, не надо рисковать. Да, должно быть государственный мир. Как должно быть? Должно быть так, как в нормальной цивилизованной стране, построенной по англосаксонскому принципу государственного строительства. Должна быть государственная конкурирующая система. Ну, сколько можно об этом говорить? Ну, как должно быть? Хорошо, но сейчас-то это такой сферический кунь в вакууме. А сейчас с тем, что у нас есть уже. А сейчас у нас есть Путин, и он будет, пока он захочет быть. Все. И никто из вас ничего не сделает. Никто вообще. Пока Путин, Владимир Иванович, хочет быть в этой стране, этой страной управлять, он ей будет управлять. Что бы вы там ни делали, как бы вы все там сейчас не ерзали, не радовались, что на Москву идут какие-то там фуры, вы к этим фурам все не имеете никакого отношения от того, что эти фуры придут или уйдут. В вашей жизни ничего не изменится. Вы этими фурами никогда не управляли, вообще не знаете, как живут, в отличие, кстати, от Путина. Эти дальнобойщики вообще не в курсе, как их жизнь устроена. Вас интересует только, что они придут, сейчас и Путина сметут. Не сметут они Путина. Вот Путин здесь будет, пока Путин сам этого хочет. И еще плюс пять лет. Вот и все. И вся ваша надежда только на это. Ну плюс еще, так сказать, Господь вам пошлет, там вот Турция, глобальные процессы, санкции, цена на нефть. Это все сокращает, безусловно, жизнь и ухаживает качество жизни правящей российской элиты. Вне всякого сомнения. Хорошо, тогда про людей, которые меняют жизнь, других людей хочется спросить. Это наши слушатели в массовом порядке спрашивают. В тот же день, когда вышло расследование Навального, когда все были уличены этим, Павел Лапков в эфире телеканала «Дожж» сказал, что в 2003, если не ошибаюсь, году ему поставили диагноз ВИЧ. Он признал себя в прямом эфире, и это вызвало огромную волну. Огромную волну благодарности людей, которые считают, что это очень смелый поступок. Это действительно очень смелый поступок в нашей сегодняшней России. Это безусловно, это очень смелый поступок в любой стране мира, включая США. Вот, наверное, в США сейчас артист Чарли Шин признался в этом, но признался он, в отличие от Павла Лапкова, не потому, что он смелый и хочет что-то изменить в стране Америки, а потому, что у него 10-миллионный иск подала проститутка, с которой он трахался без гондона, а потом она сняла все на видео, на, так сказать, все его антиретровирусную терапию на фотокамеру. И таких исков у него прям год за годом. Да, конечно, это поступок абсолютно выдающийся, это такой поступок, который... Это из той серии, серии поступков, которые меняют жизнь, и не только страны, но и всех людей. Да, я прошу... Алексей Алексеевич Венедиктов забежал сейчас в студию. Алексей Алексеевич Венедиктов забежал к нам в студию, потому что есть срочные новости, которые сообщает ТРБК о том, что Михаил Зыгарь покинет пост главного редактора телеканала «Дождь». Я про это ничего не знаю и не знал, я хочу сказать, что... И более того, я вообще про это ничего не знал, но я понимаю, что у Михаила Зыгаря, во-первых, есть некие последствия после... Можно я закончу про Пашу, а потом скажу быстро? Да, давайте, у нас есть буквально... Это абсолютно выдающийся поступок Паши, и, так сказать, я брал с ним интервью в эту же самую ночь, Паша мне позвонил. Это было такое интервью двух людей, сделавших в разное время разные камин-ауты, такой разговор. Мне тема ВИЧ близка, и непосредственно занимаюсь я ей несколько лет. Это огромная важная тема сейчас, полтора миллиона, наверное, людей в России живут с ВИЧ-инфекцией. Месяц назад Дмитрий Медведев сказал, что на 20 миллиардов будет увеличено финансирование этой темы и закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных в России. Сегодня на большой конференции, которая была Минздравовская, и Роспотребнадзор выяснил, что и таких денег нет, и что никто эти увеличивать на 20 миллиардов ничего не собирается. А как было 20 миллиардов выделено, так и останется 20 миллиардов. Так что это к вопросу о том, что там Путин сказал 4-6, что там изменится. Ничего не изменится вообще, в принципе, независимо от того, что они все говорят. Они все просто говорят. Вы привыкнете к этому. К вопросу о Михаиле Зыгоре. Я ничего про это не знаю, но вот видите, потом есть сообщение. Мне сказали, что возникло некоторое количество проблем, например, связанных с книгой Михаила Зыгоря. Например, на интервью с главами телеканалов или с телеканалами для Дмитрия Медведева Михаила Зыгоря уже не позвали, а позвали Михаила Фишмана. Это было связано с тем, что Дмитрий Медведев, как говорят, обиделся на то, что Михаил Зыгорь написал в своей книге «Вся кремлевская Россия». Я, честно говоря, книгу не читал, не знаю, на что там обиделся Дмитрий Медведев. Я желаю Михаилу всяческих успехов. Михаил человек талантливый, красивый, смелый, умеющий принимать решения и менять свою жизнь. И мне кажется, что если это событие сейчас каким-то образом поменяет его жизнь, я очень надеюсь, что в лучшую сторону. Я в любом случае желаю Михаилу удачи, хотя у нас никогда не было с ним ни дружеских отношений, ни даже товарищеских отношений, ни теплых отношений. И, в общем, в последнее время мы даже и не здороваемся. Но, тем не менее, я, правда, те годы, которые были связаны у Дождя с Михаилом Зыгорьем, несмотря на то, что это были такие годы нервные, это были годы яркие. И то, в общем, что из себя сейчас представляет телеканал Дождь и его информационная служба, это на 80% заслуга Михаила. К сожалению, закончилось время нашей программы. Журналист Антон Красовский сегодня был в особом мнении. 5 декабря, день Сталинской Конституции. Почему основные права и свободы существовали в СССР только на бумаге? Потому что они только на бумаге существуют и сейчас в России. Потому что никому здесь, в России, включая русский народ, ни права, ни свободы не нужны. Может ли российско-турецкое противостояние вырасти в глобальный конфликт? Я абсолютно убежден, что так или иначе противостояние России и Турции, Путина и Эрдогана приведут к серьезному ухудшению обстановки в Черноморском и Южно-Российском регионе в целом. И, в общем, честно говоря, с моей точки зрения, это может закончиться, ну, если не похожей ситуацией с Крымской войной 1953-1956 года, но действительно с серьезной ислокацией напряженности в регионе, это, безусловно, закончится. У меня нет никаких сомнений. Эскалации, Господи. Не буду переговорить. Эскалации. 84 года назад был взорван храм Христа Спасителя. А вот сегодня убедительно выглядят идейные наследники чекистов со свечками церковных? Я считаю, что вообще Господь нам послал огромный подарок в виде продажной, КГБшной, обкомовской русской православной церкви. Если бы русская православная церковь сейчас на нынешнем этапе, капиталистическом, феодальном, являла собой что-то искреннее, как, например, мусульманские религиозные движения в Средней и Центральной Азии, в Крыму подлинное отношение и равнодушие федерального центра к нужным регионам. Мне совершенно не доказывают наоборот. Вы видите, что Путин полетел открывать эту первую ветку электросети. Конечно, не доказывают. Действительно, весь Крым был завязан на Украине. Нельзя взять и развязать все с Украиной за полгодным. Вот видите, это развязывают и развязывают. Нет, наоборот, мне кажется, как раз совершенно не показывают. А вот стоит ли, пользуясь ситуацией, оперативно переименовать станцию Войковской, которая в такой ситуации идет? В Рязановскую. В Рязановскую. Ну, я бы давно переименовал станцию Войковской. Действительно, ничего хорошего в этом самом Войкове нет. И не было никогда в жизни вообще никто, и никто не знает, кто это такой. Альдар Рязанов действительно великий человек, который, правда, изменил не просто представление о русском кино здесь у нас в России, но при... ...специально, чтобы посмотреть на него, он был превращен в музей. Внутри...